Доброе утро! На календаре четверг, 26 июня. И я, как всегда, предлагаю вам почитать прессу, но не обычную, а столетней давности, чтобы сравнить, как жили люди тогда и сегодня. Сто лет назад в России вовсю развивалось машиностроение, но на дорогах Петербурга автомобили все еще соседствовали с лошадьми. Лошади в шляпах. Жара весьма вредно действует на состояние здоровья лошадей. Некоторые сердобольные владельцы животных, чтобы предохранить их от палящих лучей солнца, надели на головы своих коней соломенные шляпы. За границей давно уже все лошади щеголяют в жару в шляпах. Существуют даже специальные фабрики для выделки лошадиных шляп. Нововведение это весьма практично и, несомненно, принесет большую пользу животным. Уже было несколько случаев, когда лошади не выдерживали жары и умирали на улицах столицы. Неоднократно высказывались пожелания, чтобы было издано обязательное постановление для извозчиков о надевании на головы лошадей в жаркую погоду шляп. Ведь издано же постановление о том, чтобы зимой лошадей покрывали попонами. Но пожелания не достигли пока цели. От жары страдали не только лошади и даже не только петербуржцы. Засушливая погода стояла по всей России. Ужасная засуха в России. Вся Москва в дыму. По окраинам, особенно на Воробьевых горах, дым стелется прямо по земле. Горят окружающую Москву луга. Псков. 25 июня. Вследствие сильной засухи кругом Пскова в разных местах лесные пожары. Торопец. 25 июня. Город окутан дымом от горящего в уезде леса. Второй месяц стоит засуха. Яровой хлеб гибнет. Лесные пожары угрожают стать бедствием для лесовладельцев. Саратов. В местечке Бурнаках выгорело 252 дома. В то же время на Кавказе холода и наводнения. В низменных районах Синакского, Кутаисского, Сухумского, Батумского округов в течение последних трех недель идут беспрерывные дожди, сопровождавшиеся холодом и небывалыми ливнями. Потоками воды унесены мельницы, жилые дома, домашний скот и сельскохозяйственные посевы. В некоторых районах отмечают также жертвы с людьми. Сто лет назад правительство России активно боролось с пьянством среди населения. И вот очередная мера борьбы. Без закуски водка не отпускается. Вчера депутация владельцев заведений трактирного промысла была принята управляющим акцизными сборами фон Виттерфан. Управляющий предложил представителям трактирного промысла, чтобы они прежде отпуска посетителю вина требовали от него покупки закуски. Ввиду этого требования петербургские рестораторы решили повысить цену за бутерброды с 5 копеек на 5,5 копеек. По поводу предполагаемого закрытия нескольких трактирных заведений и сокращения в них торговых часов, управляющий акцизными сборами обещал лично пересмотреть вопрос. Вчера же чины акцизного надзора потребовали, чтобы при ресторанах для посылок не имелось прислуги моложе 18 лет. Это требование акцизные чиновники записали в тетради замечаний, имеющиеся в каждом заведении. Вот такими были главные новости 26 июня 1914 года. И следующий день обещает быть не менее интересным, но об этом завтра. Хорошего дня!